Изначально ведь Петр I приглашал огромное количество иноземцев, и поэтому вставал вопрос, где их хоронить. Дело в том, что Ламсдорф, он был одним из первых геев на селе. Собственно, это человек, который во многом повлиял на то, чтобы в Совско-сельском лицее выросли настоящие граждане. В то время, как на дворе было крепостное право, рассказывал в одном из интервью, как они там развлекались, делали бомбочки, кидали их в урны. И когда красивые девушки проходили мимо, те взрывались. Это та самая клетка, где на самом деле сидели реальные бомжи вместе, соответственно, с актерами. Балабанов их здесь нашел. Какое прекрасное утро, на самом деле это день, а уже через два часа будет ночь. Потому что мы находимся в Петербурге, и тут, знаете ли, вот все вот так, компенсация за белые ночи. За моей спиной прекрасный бизнес-центр, на месте которого раньше располагалось трамвайное кольцо, которое вы, собственно, можете видеть в замечательном фильме «Брат». И именно поэтому, ну я у меня такой, знаете, обсессион, да, по поводу этого фильма, именно поэтому у нас сегодня, мы начинаем наш проход из замечательной гости. Она, помимо того, что, так, не в стриптизе, да, нет, не туда, и ты не начальник кладбища. Хотелось бы, но нет. Кстати, вот золотое дно. На самом деле, прекрасная фотографиня, это у меня такие феминизмы, я их очень люблю, у некоторых от этого подгорают пуканчики, сорян, ребята. Которая сделала прекрасный проект, прошлась, ну, если не по всем, то по большинству местам съемок «Брат», и вот обложка видео, которое вы можете наблюдать, собственно, это работа. Ну, представься для начала. Я Катерина Мишкель, вот снимала сей проект. Буквально в двух словах, я такой, знаешь, как второй курс журфака. Екатерина, скажите, пожалуйста, а как вам пришла в голову эта идея? Знаете, она пришла очень специфическим образом, как оказалось, моя подруга не видела этот фильм. Мы сели с ней смотреть где-то на середине фильма, она, слушай, у меня есть идея, говорю, мне кажется, мы думаем об одном и том же. Мы ее озвучивали, да, это была одна и та же идея, и мы просто взяли, пошли и сделали. Ну, признаемся честно, идея-то, вот, в принципе, не новая, я имею в виду, да, снимать места. Просто захотелось. Да, просто захотелось. Вот, конечно, некорректно девушке задать такой вопрос, но я и не буду, там, типа, сколько тебе лет, но я просто вижу, что ты чуть-чуть, там, помладше меня, да, очень сильно. Мне-то 68, а я 18, да, поэтому вот в твоем понятии, вообще, вот фильм «Брат», что первая, что вторая часть, хотя даже больше первая, потому что она такая петербургская, как бы ты его охарактеризовала, что он для тебя, это я уже со второго курса журфака на третий перешел. Ну, не знаю, мне кажется, это такой русский герой, который стал национальным достоянием, и больше такого героя не появлялось вообще, вот, в современных реалиях, тем более это была перестройка, и какой-то ориентир человеку все-таки нужен был, поэтому фильм стал, поэтому, знаковым. Близким многим людям. Как проходили съемки, были какие-то сложности, с чем вам приходилось сталкиваться? Самое сложное было, это пришлось вписывать в рабочие будни, потому что у нас были только выходные, когда приходилось вставать с утра, короткий день, весна, бежим снимать туда-туда-туда, то есть мы выезжали на какую-то локацию, где несколько мест отснимали, и это продолжалось в течение месяца. Ваш проект какой-то имел резонанс в сети интернет? Нет, ну, получается, в 19-м году все отсняли, выложили, и это не произвело никакого резонанса, и вот только в 20-м, когда было 20-летие, по-моему, фильма «Брат», это как-то расползлось. Ну да, сейчас эти картинки можно встретить везде. Ну, на самом деле, как вы заметили, пока мы говорили, тут как раз проплывали нас некоторые фотографии, сделанные, может быть, вот сейчас, после еще этого ролика, что-то там какая-то медийная волна чуть-чуть прибавится, да, вот эти 16 миллиардов людей, которые смотрят мои видео, да, наконец, узреют тебя, и вот. Ну, с третьего курса журфака переместимся на первый курс журфака. Какие ваши творческие планы, Екатерина? Я очень обожаю этот вопрос. А, куда бы? Я не знаю, вообще у меня рождаются как-то спонтанные идеи, если идея есть, то почему бы не сделать? То есть у меня каких-то конкретных планов нет, что хочу, то и делаю, делаю, что хочу, не знаю. Ну, в принципе, таким образом можно дорасти до директора кладбища. Ну да. Ну, хорошо, сейчас мы Екатерину отпустим, сделаем такой кат, и потом отправимся вот туда, непосредственно на территорию Смоленского литеранского кладбища. Ну что ж, продолжаем нашу телерадио-интернет-передачу. Вот, видите, бугорок. Несмотря на то, что тема нашего сегодняшнего радиоэфира – это кладбище, но это, как вы понимаете, не могила. Это непосредственно бомбоубежище, коих на Васильевском острове сохранилось немало, и когда я вожу экскурсии по проходным дворам, некоторые из них я показываю, потому что они есть туда и ближе к метро, и чуть дальше к метро. Обращают на себя внимание вот эти два дома. И, ну, понятно, что привычная для нас картина – разнокалиберные окна на Бранмаури, а там вообще одно-единственное окно. И вот, посмотрите, какое там чудесное пространство междомовое. Это вот как раз к вопросу москвичей, а как себя чувствуют люди, которые живут в этих домах. Вот здесь, вот на этом месте, к сожалению, я не копал, у меня просто не было времени. Но я надыбал информацию, когда изучал историю уже другого кладбища на территории Александра Невского лавра. Здесь был первый у нас в стране крематорий. Дело в том, что до революции, как вы знаете, людей хоронили в землю. Исключительно. Потому что сжигать – это дьяволово-бесовская затея, абсолютно языческая. Ну, а поскольку новая идеология, она подразумевала слом всех прежних традиций, это во-первых. А во-вторых, просто это было обусловлено уже чисто экономически, социально и физически. Гражданская война, военный коммунизм, количество, я же, извиняюсь за цинизм, трупов возросло. Поэтому хоронить их порой было просто негде. Соответственно, это была жесткая необходимость. Но крематорий – это же целое предприятие, не на костре же их сжигать, как в разных фильмах про викингов. Поэтому были разные проекты, и вот здесь он просуществовал какое-то время, а потом испарился. Это я к тому, что изначально здание крематория хотели построить прямо на месте главного собора в Александровневской лавре. Мы, наверное, там тоже сделаем экскурсию попозже, поскольку я вожу там экскурсию вечером, когда никто из священнослужителей не может докопаться, а вот снимать вечером не очень хорошо. Поэтому надо, конечно, договориться, получить благословение настоятеля и, собственно, на этом начать. Ну вот здесь несколько кадров, естественно, возникает у нас перед глазами, как Багров Данила со своим новым знакомцем Гоффманом входит сюда. Замечательный актер, которого играл, он спросил Баламана, «Ну какой я Гоффман? Ты мою рожу вообще видел?» Он говорит, «Так ты из тех Гоффманов, еще которых Петр Первый сюда привел, вот из них». Город. Город – страшная сила. А чем больше город, тем он сильнее. Он засасывает. Только сильный может выкарабраться. Здесь у нас установлена мемориальная доска от благодарных работников пассажа. Граф Яков Иванович Эссен Стенбок Фермор. Дело в том, что вот в этой книжке есть про пассаж у меня, и рассказано, как этот граф Эссен Фермор попал, поскольку вообще-то Николай Первый сказал ему, чтобы он по-нормальному строил здание. Он-то там хотел просто пробить в старом здании, вот, видите, целый разворот про пассаж. Пробить, так, насквозь, и на этом сэкономить. А Николай Первый сказал, нет, дружочек, строй по-нормальному. Вот это был первый у нас вообще пассаж в Петербурге, в то время как в Париже они существовали уже на тот момент, и в США. И, в общем-то, когда я по Париже экскурсию водил, я... Сюда пойдем? У меня там есть даже такой маленький мини-маршрут прямо по территории пассажа. Там, в столице Франции, можно пройти пассажами сразу несколько кварталов. Этим он и уникален. Я вам хочу сразу показать несколько могил. Ну, во-первых, это директор Царскосельского лицея, Энгельгард. Это обновленный камень, как вы видите по буквам. Собственно, это человек, который во многом повлиял на то, чтобы в Царскосельском лицее выросли настоящие граждане, в то время как на дворе было крепостное право, но растили там, можно сказать, республиканцев. Отсюда все эти декабристские штучки, кюхельбекер и так далее. Вот здесь у нас замечательная могила. К сожалению, у нас сейчас с Украиной не самые лучшие взаимоотношения, но вот город Одесса, да, видишь, кустик Одессы, она благодарна вот этому человеку, господину Д. Рибасу. Он основал этот город. Я сейчас покажу портрет. И обратите внимание, что там у него как раз знак Мальтийского ордена. Это награда, которая доставалась всем выпускникам пажеского корпуса. Мы сегодня будем с вами немножко скакать по темам. Дело в том, что нужно сказать, естественно, пару слов вообще об истории этого кладбища. Почему она смоленская? Потому что там у нас была, ну и, в общем-то, сейчас есть икона Смоленской Божьей Матери. Изначально ведь Петр Первый приглашал огромное количество иноземцев, и поэтому вставал вопрос, где их хоронить. Эта территория, она принадлежала приходу церкви, которая сейчас находится на Большом проспекте, построена, кстати, по проекту Фельтона. Вот, он у нас построил Анненкирхи, он у нас построил Армянскую церковь на Неском проспекте, о которой тоже написано в этом замечательном путеводителе. Такой продакт-плейсмент у нас сегодня будет всю дорогу. Я не виноват, что просто история нашего города, она тесно связана с историей всей страны. Естественно, стал вопрос, где их хоронить, поэтому была выкуплена вот эта территория. Она была низменная, постоянно затопляемая, не очень удобная. Вообще, вот эта территория Васильевского острова, вот там вот гавань, она в первую очередь страдала от наводнений. И не хватало даже глубины для того, чтобы хоронить изначально трупы, трупы, поскольку там уже были воды. Вставал вопрос, что с этим делать. Хотели там изначально дренаж провести, но выяснилось, что если делать трубы, которые выводят реку Смоленку, изначально черная она называлась, то во время наводнения эта вода обратно идет. Поэтому подсыпали где-то на 70 сантиметров на метр всю территорию кладбища. Здесь вот у нас первая могила, связанная с архитектурой. Мы сегодня будем не столько говорить про архитектуру, сколько я вам буду показывать замечательных архитекторов. Давид Гримм. Дело в том, что это один из основоположников так называемого нерусского стиля в нашей архитектуре. Наравне с такими ребятами, как Гун, как еще ряд фамилий немецкого происхождения. Потому что они уже были вполне воцерковлены в российскую действительность. При этом, как видите, веру они не меняли. И я вам, пока мы здесь стоим и идем дальше, хочу показать несколько программных произведений, построенных по проекту этого замечательного архитектора. Они будут вам тут вылетать. И среди них стоит особенно отметить проект великокняжеской усыпальницы. Возводили ее уже после его смерти и переделывали. Это усыпальница, которая стоит рядом с Петропавловским собором, когда места стало не хватать. В соборе похоронены нас только императоры и императрицы, за исключением того аппендикса, где перезахоронены останки, расстрелянные имя царской семьи и все, кто с ними был. А вот когда начали великие князья и великие княгини умирают, вот под них и была построена эта великокняжеская усыпальница. Логика повествования меня, конечно, зашкаливает, когда они начали. Ну, понятно, что я имею в виду, когда стало не хватать места, где их хоронить, вот для этого она была построена, а не тогда, когда они начали умирать. Это, конечно, в моем стиле. Значит, кладбище это изначально выгодно отличалось от других кладбищ, потому что вот сейчас мы идем по такой абсолютно убогой дороге, и она вот вся такими камнями выложена. А раньше здесь были плиты, могилы все были ухоженные. Существовало правило, оно и сейчас существует, я не знаю, сколько сейчас лет, но тогда, если в течение 25 лет никто не ухаживал за могилой, то кладбище имело право эту могилу ликвидировать и отдать, соответственно, ее под использование, ну, под другие захоронения. Захоронить стоило здесь для прихожан церкви 25 рублей, для неприхожан 40 рублей. В 19 веке много это и не мало, но это где-то месячная зарплата среднего чиновника. Я вам сейчас хочу показать ярчайший пример, как вот вследствие вандализма и всего остального страдают данные могилы. Вот одно из семейных захоронений. Секелей. Причем, видите, это на самом деле Курт, это вот не буква В, это У, читается Курт, секель. И здесь вот, пожалуйста, у нас Наташа плюс Дима равно любовь. Я так понимаю, что до гроба, скорее всего. Это, конечно, нужно иметь много мозга в голове, чтобы именно на могиле это написать. Не удивлен, что если Наташа плюс Дима через месяц после этой надписи разосрались пух и прах. Меня все время умиляют вот эти, знаете, замочки, которые висят на всяких там мостах и так далее. Я вот думаю, какое количество этих замочков потом, по идее, надо бы спилить вследствие того, что, ну, к сожалению, не все браки оказываются счастливыми. Такова наша жизнь. Хотелось бы, чтобы они были все таковыми, но, увы и ах. Нам сегодня, видите, везет, солнце светит в декабре. Это, конечно, большая редкость и снега нет. Соответственно, начали здесь хоронить. Всем этим заведовал совет, состоявший при церкви. И был, конечно же, директор кладбища, последний директор, один из самых детских, Фогель. Я вам хочу показать, вот опять-таки, как меняется идеология. В 30-е годы, конечно же, начали подхоранивать уже не только лютеран. Вот, пожалуйста, Галя. Галя, может быть, здесь когда-то была фамилия, но вот неизвестная. Причем, видите, это несчастный ребенок, всего 5 лет ей. Возможно, поэтому она без фамилии. Уже никаких крестов. Уже новый, абсолютно религиозный символ, звезда. Пройдет какое-то время, и на смену звездам опять придут кресты. И даже в Советском Союзе. Так, мы с вами идем вот туда. Вот здесь вот, раньше, вот там вот, если посмотреть, там сейчас Юитовский дом стоит. А раньше здесь был стадион имени Калинина. Мы там довольно долгое время занимались восточными единоборствами. И там кто-то чем-то, кто кое-чем не занимался. Туда приходили лучники, которые тренировались, стреляли туда, приходили реконструкторы. Вот один из реконструкторов, мы ему дали кличку Викинг, потом переметнулся в нашу тоталитарную секту и даже ходил потом с нами в поход в Крыму. Ну, естественно, там бухали, жарили шашлыки. То есть такой, знаете, клуб по интересам существовал, пока эту территорию Тихой Сапой не выкупила одна из крупнейших строительных компаний и не построила там вот этот дом. Мы с вами приближаемся к двум могилам, точнее к трем. Про одну я не буду рассказывать, а вот про две расскажу. Значит, во-первых, цирк, как вы знаете, имеет ключевое значение не только в плане развлечений, но и вот есть такая фраза Владимира Ленина, о которой до сих пор ломается копья у сторонников коммунизма и противников коммунизма. Про то, какое значение имеет кино, цирк и все остальное в наше время, неспокойное. Но раньше цирк это было одно из немногих развлечений для всех. Вот здесь я вам хочу показать одну могилу. Я когда делал, соответственно, экскурсию, мне потом прилетела фи, что как я мог не рассказать про этого замечательного человека. Ну вот так вот я мог не рассказать. Иногда, знаете, пишут, вот вы шли, как можно было не заглянуть туда-то, как можно было не сходить в тот-то двор. Ну, ребята, невозможно объять необъятное, да? Вот, кстати, тоже, пожалуйста, эти колонны раньше, как вы понимаете, стояли вертикально, да? И решетки вокруг были поставлены, но вот это все превращается. Так вот, цирк имел глобальное значение в плане развлечения как простого народа, так и непростого. А вот здесь-то у нас тоже замечательные могилы. Сейчас мы про цирк прервемся. Человек, про которого я очень много рассказывал, вот он, Виктор Шрётер. Директор, председатель общества архитекторов в нашем городе. Здесь такой характерный символ расположен. Если вы смотрели мои выпуски, я говорил о том, что вот он вместе с Иеронимом Китнером были, как бы сказать, адвокатами идеи кирпичного стиля. Напоминаю вам, что в 19 веке существовала привычка все штукатурить. А вот Шрётер, он на примере даже собственных зданий доказал, что кирпич, он может быть благороден, эстетичен и, самое главное, дешев. Вот, так возвращаемся к цирку. Значит, были у нас деревянные цирки до этого, но мало того, что они горели, так они еще там, у них было несколько локаций. Вот один из цирков, кстати, находился рядом с нынешним зданием Александринского театра. Его как раз снесли. Росси там долго думал, как строить этот театр. И вот приехал к нам супруг дочери одного из директоров цирка, знаменитый наездник, европейский. И он открыл здесь свой цирк, а потом решил построить первый каменный цирк по проекту архитектора Кеннеля. И, кстати, про этого архитектора сказано тоже здесь, потому что его дом, по его проекту, стоит рядом с домом Зингера. А про дом Зингера мы тоже пару слов скажем, потому что могила автора дома Зингера, она есть здесь, на этом кладбище. Так вот, вот этот замечательный человек, давай туда зайдем. Зовут его Гаэтано Чинезели. Он захотел построить первый каменный цирк в нашем городе. Стал обращаться с просьбами об этом, и взамен того, что он построит этот первый каменный цирк, он пообещал облагородить территорию нынешней Манежной площади. Там, где потом поставили памятник Николаю Николаевичу Старшему, и потом его снесли. Вот дом, построенный по проекту архитектора Кеннеля. Это тот же самый архитектор, что построил наш цирк на Фонтанке. Возвел он этот цирк. На тот момент проект был уникален тем, что там не было внутренних опор. Это всех, конечно, поражало. Был даже сделан специальный вход для императорской фамилии. Ну и, в общем, собственно, таким образом он у нас появился. Был он здесь похоронен, и могила его пришла в абсолютное запустение. Дальше начинается совершенно потрясающая история. В наш цирк прибывает дрессировщица, укротительница Карина Багдасарова. И она настолько впечатлилась вообще этим зданием, этой историей, непосредственно чинезелья, и решила посмотреть, где находится могила. Пришла сюда, а здесь полный трэш, угар и мерзит запустение. И тогда она на свои собственные деньги, потратила она порядка 2 миллионов рублей, восстановила эту могилу. Бюст этот, естественно, новодельный, потому что оригинал они отсюда взяли. Это нормальная традиция. Если вы придете в, допустим, летний сад, то там, по сути, копии-копии. То есть изначально скульптура – это копии из древнеримских, а потом сделали копии с копии древнеримских, а те сейчас в резервах русского музея находятся, допустим. И она восстановила эту могилу и уже пришла к нашим начательным чиновникам просто с готовой идеей, готовым реализованным проектом, сказала, что от вас теперь требуется только ухаживать за ней. Все, я все сделала. Вот огромное человеческое спасибо этой замечательной женщине за то, что она блюдет традиции, за то, что она фактически поклонилась. То есть она сделала то, что, по идее, должен сделать любой человек, для которого профессиональная честь и профессиональная память имеют значение. Это, как вы понимаете, фамильный склеп, где похоронен не только Гаэтана Ченнезелия, но и многие другие. И вот еще одну могилу я вам хочу показать. Это уже другой архитектор. Причем здесь-то его имя написано по иностранному. Шаубы здесь похоронены, друзья мои. Вот один из архитекторов, Шауб, он является автором многих зданий в Петербурге. Ему принадлежит проект «Дома утюга» на набережной канала Грибоедова. И еще нескольких проектов, которые вам сейчас вылетят здесь, чтобы вы могли посмотреть уже вживую, чем они занимались. Дальше, если мы переведем взгляд вон туда, там есть очень приметная могила с такой урной, и с этой урны спадает такое каменное покрывало. И вот еще один крест. К этому кресту мы не пойдем, хотя там похоронены нобели. Нам нас интересует вот та могила, поскольку там тоже похоронены нобели. Когда я вам скажу слово Нобель, фамилию Нобель, первое, что приходит на ум, это, конечно же, Нобелевская премия. И действительно, Альфред Нобель, он какое-то время даже жил в Петербурге. Уникальная судьба у человека. Придумал разрушительные силы оружия, изобрел динамит, и потом все деньги от продажи, от патентов, от всего, от недвижимости и так далее, вот вложил в эту премию. Что было связано с грандиозным скандалом в его семье, почему я расскажу. И он-то этот динамит изобретал с расчетом на то, что это будет оружие такой разрушительной силы, что люди перестанут друг друга убивать. Но извините. Кстати, очень схожая судьба была у нашего Дмитрия Сахарова, который изобрел термоядерную бомбу, а потом стал злостным антисоветчиком и вообще поборником мира, потому что тоже ужаснулся тому, что же он изобрел. А вот здесь вот могила его старшего брата, Людвиг Нобель, 31-й год, 88-й год. Их было вообще четыре брата, вообще в семье Нобелей было больше детей, конечно же, но не все они выжили. Их папа, он стал банкротом в Швеции вследствие пожара, да, он тоже был изобретатель, но там сгорел его дом со всеми чертежами, и он, убегая от кредиторов, приехал в Россию. Вот прям в кассу пришлось, потому что он предложил, во-первых, проект морской мины, который был одобрен, и здесь занимался еще несколькими видами деятельности. И, в общем, кому война, кому мать родна, Крымская война обогатила семейство Нобелей, потому что царское правительство покупало эти мины. Но затем он решил вернуться в Швецию вместе как раз с сыном Альбертом, или Альбертом, наверное, правильно, да. А вот два его брата, Людвиг и Роберт, они остались здесь, и организовали здесь завод, ну, точнее, завод уже был папой организован, они его, так сказать, трансформировали в успешное предприятие, а потом они сунулись на юг, в Баку. И вот я тут смотрел замечательное интервью, к сожалению, умершего историка Пыжикова, да, с которым мы много раз общались, и он там и мою серию романов «Без соплей» смотрел, она ему очень нравилась. И вот он в интервью с моим коллегой Егором Яковлевым рассказывает, что когда они приехали на юг, эти Нобели, они поняли, насколько это прибыльное дело, связанное с нефтью, устроили водопроводчик, он сказал, трубопровод, а дальше начинается следующий этап их жизни. И все. На самом деле, вот вы даже не являясь, ну, скажем так, специалистом в области газовой и прочей нефтепромышленности. Ну, представляете, вы приезжаете на территорию, где нефть, вот она реально, они там чуть ли не ведрами черпали местное население, в бочке складировали и возили их. Началось все не с трубопровода, началось все с того, что они придумали, ну, грубо говоря, нефтеналеновый танкер, конечно же, был не такой, как в наше время, пароход. До этого они на парусных кораблях возили, и этим они вызвали гнев у местных вот этих перевозчиков на бочках, потому что, ну, бизнес их страдал из-за этого. И более того, они же придумали вот эти вот цистерны на колесах, то есть приплывает этот корабль и сразу в цистерну все наливает. То есть вот эти ребята, да, они становятся ненужными. И началась, ну, это же южная кровь, темперамент, все кипит, все кричит. начались всевозможные провокации, диверсии, а потом они вообще действительно поняли, что и это идея прошлого, нужно сделать трубопровод, и сделали его. Ну, и тоже там у них и трубопровод пытались взорвать несколько раз. И Людвиг Нобель, конечно, по этому поводу писал много горьких строк, что я вот как бы делаю, изобретаю, вкладываю деньги, развиваю регион, а мне вот так вот платят. И у них еще была коллаборация уже затем с дизелем. То есть они хотели наладить массовое производство дизельных моторов, но вот как раз такие то, что их брат Альберт вынул одномоментно, точнее, после смерти пришлось его душеприказчикам вынуть одномоментно огромную сумму из общего капитала, подкосило это производство. Поэтому, конечно же, у нас дизели были, но не в таком объеме. Тем не менее, как вы знаете, во время Великой Отечественной войны немецкие танки были на бензине, наши на дизеле, и вот в то время, как немецкие танки полыхали, как свечки, наши было поджечь не так просто, как бензиновые. Ну и классическая история, да, зимой костерок под танком, разогреваем соляру, но тем не менее едет. за это отчасти спасибо Людвигу Нобелю, хотя есть опять-таки версия, что потом Нобели сделали массу плохого Российской империи, потому что они пытались с царским правительством бодаться, но я хочу сказать, что они бодались не только с царским правительством, они бодались еще и с Рокфеллерами, со своими главными конкурентами, потому что американцы, конечно же, хотели вставлять палки в колеса, они видели в том, что Нобели, скооперировавшись с Ротшильдами, являются противовесом Стандарт Уэл и всему остальному. Но я надеюсь прочитать отдельную лекцию об этом когда-нибудь, про семейство Нобелей, про завод, который существовал на набережной, там вот до сих пор у нас есть бизнес-центр, называется Нобель, я там работал когда в 2003 году, когда там редакция Собакеру располагалась, а рядом там особняк Нобеля, мы там даже делали съемку с Никитой, ой, господи Никитой, с Ильей Логутенко из Муми Тролля. Вот сюда мы сейчас с вами подойдем. Это семейное захоронение Ламсдорфов. Нас интересует вот эта вот могила, член государственного совета, статс-секретарь, действительный тайный советник Владимир Николаевич Ламсдорф. Дело в том, что про него у нас есть противоречивые данные, но вот я вам хочу рассказать, как его характеризовал Сергеевич Витте. Витте, конечно, давал, естественно, субъективные характеристики, все характеристики субъективные, это нужно понимать, но дело в том, что Ламсдорф, он был одним из первых геев на селе, да, мужеложества и тогда не было в почете, но вот Витте писал, граф Муравьев выбрал себе товарищем графа Владимира Николаевича Ламсдорфа, который был советником, ну, он Ламсдорф, конечно, Ламсдорф, это если он был француз, который был советником по Министерству иностранных дел, человека высокой степени рабочего, Грамм, Ламсдорф, всю свою карьеру сделал в Министерстве иностранных дел в Петербурге, он прекрасный человек, отличного сердца, друг своих друзей, друг своих друзей, это очень сильно, конечно же, да, ну, простим эту элоквенцию, человек в высшей степени образован, несмотря на то, что он окончил только паровский корпус, да, то есть, по мнению Витта, окончание паровского корпуса не означает, что вы получаете нормальное образование. Вечно работал, вследствие этого, как только он поступил в Министерство иностранных дел, он всегда был одним из ближайших сотрудников министра. Ну и, в общем, дальше вот все такие дифферамбы и так далее. Вот, тем не менее, письмо, точнее, не письмо, а заметка Суворина, 9 августа. Во-первых, пошла легенда, будто убийцу Плеви украли революционеры, соответственно, мы сразу понимаем, что это 1605 год, убийство Вячеслава Константиновича Плеви случилось возле Варшавского вокзала и вот я как раз 19-го числа поведу экскурсию, но этот выпуск, наверное, позже выйдет, на Новодеющем кладбище Плеви похоронено. Вырядились прокурором-солдатом, посадили в санитарную карету, увезли. Вот, представляете, какие слухи ходили, да, естественно, Егора Сазанова никто не посещал, не похищал. Нашлась у Плеви переписка князя Мещерского с его любовником Бурдаковым. Переписку читал царь. Клязь Мещерский, это редактор газеты «Гражданин», ближайший, кстати, тоже приближенное лицо к Александру Третьему, он относится к этой партии, партия имеется в виду группа гомосексуалов, равнодушно называет графа Ламсдорфом «Мадам, его любовника Савицкого повышает в придворных чинах». Ламсдорф пасуется тем, что он 30 лет провел в коридорах Министерства иностранных дел, так как он пидераст, и мужчины для него, девки, то он 30 лет провел как бы в многоточии, ну, понятно где, полезно и приятно. Вот такие разноречивые характеристики мы можем получить. Суворин, это, по сути, медиамагнат, и, собственно, собирал все сведения, которые ему были интересны, потом перерабатыв их, он отправлял в свою газету «Новое время», один из главных рупоров той эпохи. Сейчас я вам покажу портрет из военной галереи 1812 года Роберта Ренни, шотландца. Вот там вот его могила находится. Несчастный человек, который, ну, он занимался обеспечением нашей армии тыловыми поставками и всю жизнь хотел уволиться со своей военной службы, но, как не всю жизнь, несколько раз. И каждый раз Александр Первому говорил «Секундочку, вы нам нужны, сударь». И, в общем-то, приходилось ему служить, новому отечеству, российскому. Ну, а сейчас я хочу прочитать стишок не весь. «Нет, карлик мой, трус беспримерный, ты, как ни жмися, как ни та Русь, своей душою маломерной не соблазнишь святую Русь. Или все святые упования, все убеждения, потребя она от своего признания, вдруг отречется для тебя, или ты так дорог к провидению, так дружен с ними, так дружен с ним, так заодно, что, дорожа твоей ленью, подчеркиваю слово лень, вдруг остановится оно». Ну, в общем, дальше, 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 дальше заканчивается «Венца и скиптора Византии», это про Екатерину. «Вам не удастся нас лишить всемирную судьбу России, нет, вам ее не запрудить». Речь идет, это сикварение, вообще-то, Федора Тютчева, могила которого, кстати, тоже расходится на Новодевичьем кладбище, тоже я покажу во время своей экскурсии по нему. Вот, могила Карла Ниссельроды, уникальнейший персонаж, удивительнейший, он довольно долго возглавлял Министерство иностранных дел, именно после него Горчаков, о котором это сняли с Егором Николаевичем выпуск, и там он тоже рассказывал про господина Ниссельроды. Значит, ну, во-первых, надо сказать, что его папа служил при пяти дворах, да, дипломатом. Представляете, какое было замечательное время, чтобы можно было вот тем послужил, всем послужил. А он, чем проставился, ну, его называли Кисельроди, это Лесковский Куперрайт. За его, как всем казалось, во-первых, лень, неподвижность, а затем нетвердость в своих убеждениях, в том числе политических. Он был ярким приверженником союза с Австрией. Но, тем не менее, именно он во Франции за, как сейчас бы сказали, завербовал Телерана. Это тоже был такой очень принципиальный человек. Очень рекомендую книжку еще советского историка Тарли про Телерана. Потрясающе совершенно. Дальше именно он подсунул Меттерниху, который его, Меттерниха, это канцлер Австрии, которого называли кучером Европы. Если у нас Николая Первого называли грандармами Европы, то Меттерниха называли кучером Европы. Дарью Хрисофоровну Ливен, извините, с именами порой. Ливен это героиня отдельного романа, это такой шпион в юбке. И, в общем-то, по некоторым сведениям она из Меттерниха тянула определенные сведения, данные, которые были необходимы нашему царству государству. Просто он знал, что Меттерних любит женский пол, и поэтому этим и воспользовался. Дальше был такой, например, случай, что, когда в Париже решили поставить спектакль, как казалось, не селеродой, оскорбляющий его величество. Александр I сказал, знаете, что, если этот спектакль состоится, то из России прибудет немалое количество зрителей в серых шинелях, и они сделают так, что вы больше никаких спектаклей не будете показывать. он был женат на Марии Дмитриевне Гурьевой, она была дочерью министра Гурьева, вошедшего в историю своей этой гурьевской каши, которую он делал из манки с фруктами и прочими добавками, министра финансов, которого потом как раз сменил Конкрин, о котором мы будем говорить дальше, Егор Францевич, Конкрин. И вот эта Гурьева, она на самом деле считается, участвовала в истории с Пушкиным, то есть она отвезла его жену Гончарову на этот злосчастный бал, и она настояла на том, чтобы, ну не настояла, рекомендовала, чтобы Пушкину дали звание камер-юнкер, в общем, была не самым большим любителем Александра Сергеевича. Но и во многом благодаря, кстати, на телероды Франция сохранила свою целостность, о чем, конечно же, там забывают. И была еще масса его достижений, но дело в том, что финалом этого всего явилась Крымская война, во время которой Австрия нас подставила, и это, конечно, не селероды вменялось в вину. Вот, знаете, был такой роман «Дама с камелиями» Дюма младшего, а это был такой, знаете, сударь, месье, господин с камелиями, потому что он эти камелии выращивал, это было его увлечение. Ну и, собственно, вот эпоха не селероды, она для многих россиян того времени, ну, Тючев, да, я вам цитировал, она была такой, знаете, признаком реакционности в деле иностранной политики. Здесь у нас похоронен основатель майской гимназии, которая располагалась на Васильевском острове. Выпускников называли этой гимназией майские жуки. Мы с вами направляемся уже обратно к выходу из этого кладбища. И пока мы идем, я буду тогда подводить разговор к нашей следующей могиле. Дело в том, что, вот, например, Сергей Юрьевич Витте, он, когда был министром финансов, ввел привязку к золоту, за что некоторые его критикуют, а некоторые говорят, что это было правильное решение. Но до привязки к золоту у нас в стране была привязка к серебру, потому что, по мнению Конкрена, о котором мы сейчас будем говорить, золота у нас было недостаточно. Значит, в чем была проблема финансовой системы после 2012 года? Ну, во-первых, у нас в стране было, по сути, две национальных валюты. Был рубль серебряный и был рубль ассигнациями. И вот этот курс рубля серебром к рублю ассигнациями он постоянно гулял. Более того, ассигнации обесценивались. Вы, когда классическую литературу читаете, вы часто встречаете, что он получал столько-то денег 10 тысяч ассигнациями или 10 тысяч серебром. Это было важно, потому что это были разные суммы денег. Потому что 10 тысяч ассигнациями это могло быть 3,5 тысячи рублей серебром. Вот, например, жена Августина Бетанкура, когда приехала вслед за своим мужем в Российскую империю, она очень сильно на мужа кричала за то, что он согласился, чтобы ему платили зарплату в ассигнациях и заставила переподписать контракт, чтобы он получал деньги в серебре. Это первый момент. То есть вот этот постоянно гуляющий курс. Во-вторых, огромный, колоссальный внешний долг. В-третьих, как вы знаете, Наполеон вез обозы с фальшивыми деньгами и когда начали эти деньги изымать, пытались деньги изымать, выяснилось, что таким образом просто можно лишить крестьян их благосостояния, просто сделать их абсолютно нищими, потому что на руках было такое количество этих фальшивок, что если просто их отбирать, то люди по миру пойдут. В общем, был огромный комплекс проблем, и вот Конкрин он начинал вообще с того, что на переговорах с союзниками, дело в том, что нашей армии поставляли различные материалы, продовольствие и так далее, и она должна была, наше государство должно было 360 миллионов рублей союзникам. это в общем-то практически бюджет всей войны. Так вот, Конкрин умудрился скосить этот долг до 60 миллионов рублей, вы представляете, за счет чего? Во-первых, он сказал, что давайте-ка мы будем расплачиваться не по рыночным ценам, которые были установлены во время войны, а по фиксированным ценам, потому что рыночные цены все время плавали, в зависимости от конъюнктуры. Во-вторых, он платил только за поставленный материал, потому что раньше, знаете, как вот привозят на склад и все, заплатили, уехали, а дошло это до солдат или не дошло, это уже никого не волнует. Более того, он следил за тем, чтобы продовольствие, обмундирование, все остальное реально доходило до солдат, чтобы, ну, в общем, никто этим не пользовался. Сейчас прервемся, вот печальный монумент. здесь вообще на самом деле на территории Васильевского острова, там есть блокадное кладбище, я там тоже водил экскурсию, где похоронены, кстати, многие профессора Академии художеств, надо будет там тоже прогуляться. Видите, здесь написано, что лежат дети, 9 мая 42-го года жизнь обралась вследствие попадания фашистского снаряда. В общем, Конкрин, это был министр, который не воровал. Вот это было просто нонсенс на самом деле. И в итоге вот Николай I взял на вооружение эту персону и нужно было проводить реформу. Нужно было устаканивать систему и вот тогда Конкрин решил все-таки ввести серебряный монуметализм, привязать наш рубль к серебру. И в чем была его соответственно сила, вот его могила, Егор Францевич Конкрин, в чем была его сила, она была в том, что он все делал не спеша и поэтапно. Вот это крайне важно и то, что вот не понимали ни в эпоху Александра Первого, извините, Второго, ни вот в нашу перестроечную эпоху, что реформа это процесс длительный, нудный и так далее. Конкрин это понимал. Он потихонечку, он, например, что начал сделать? Он сначала заменил ассигнации депозитными билетами, создал депозитную кассу, четыре года собирал со всей страны старые ассигнации, менял их на эти депозитки, устраивал пиар-акции, то есть он собрал серебро и в какой-то момент повез его в Петропавловскую крепость. И все на это смотрели. Он приглашал купцов, чтобы они наблюдали, что действительно есть серебряный запас. И поэтому, соответственно, когда народ понимал, что спокойно меняют серебро на ассигнации и обратное, и потом на депозитки, то это все начало происходить. А потом, через четыре года, он заменил эти депозитки кредитными билетами, установив твердый курс национальной валюты, запас в прочности. И, соответственно, вот этот печатный станок, который до этого работал, и при Екатерине Второй, и при Павле Первого, он, наконец, остановился, и уже можно было допечатывать только то количество денег, которое действительно позволяло. И наша финансовая система прекрасно пережила еще до Крымской войны еще две... Там была еще война из Персии, еще одна была, насколько я помню. А, господи, эти все прекрасные. Польша, да, вот, московские ворота, подавление польского восстания, то есть, это же все, на самом деле, колоссальные затраты финансовые. Война, это дело архидорогое. Ну, и в итоге Конкрин, вот, он такой, знаете, уже был в годах, приходил к Николаю Первому, шел к камину, садился возле него, и Николай Первый говорил, ну, что, дашь мне денег? Конкрин говорил, не дам тебе денег. И он, на самом деле, вполне мог так говорить. А я вот, заговорившись про Конкрината, совершенно забыл про один из наших адресатов. Ну, давайте прямо по листве пройдем. Почему в фильме «Брат» так много локаций на Васильевском острове? Дело в том, что Балабанов, кстати, который похоронен на соседнем православном в Смоленском кладбище, если мы там сделаем экскурсию, я обязательно его могилу покажу. Дело в том, что, ну, Балабанов, он лимита, да, то есть, он из понаехавших, как и все, как и многие гении, там, Пушкин понаехавший, Достоевский понаехавший, Гоголь понаехавший, он из города Свердловска, у него отец имел отношение к кинематографии, был редактором на Свердловской киностудии, если я не ошибаюсь. Сам Балабанов, конечно, был такой оторвой, рассказывал в одном из интервью, как они там развлекались, делали бомбочки, кидали их в урны, и когда красивые девушки проходили мимо, те взрывались. Особенно меня поразила история про то, как Балабанов сделал рогатку, из нее подбил птичку, ему так стало грустно, стыдно, он пошел, осознал это, и как вы думаете, что он сделал следующим своим шагом? Он сделал вторую рогатку, и начал дальше стрелять по птичкам. Вот, это та самая клетка, где на самом деле сидели реальные бомжи вместе, соответственно, с актерами. Балабанов их здесь нашел, именно здесь Данила Багров пирожочек достает, тут они греются, тут у нас горит костер. На. Погоди. Чего это? Я тут брату гостинцев вез. Да, видать не сухой. Данила Багрова, дай мне там. Если вкратце, я еще потом подробнее об Абанове расскажу на православном кладбище. Он же вообще изначально был военным переводчиком, откуда у него все эти познания про военные действия. Да, мы идем вот туда. И потом поехал поступать в Москву на кинорежиссерские курсы. Поступил и там в общаге познакомился с Сильяновым, Петербургсом. И приехал к нему сюда в гости. Сильянов жил на Ваське здесь. И Балабанов взял его велик и начал кататься. И вот приехал и сказал, ты знаешь, это мой город. Я хочу здесь жить. И действительно он поселился. Он жил в четвертом доме на Малом проспекте. И вот вы знаете уникальность ситуации? Вот как вот Юрий Шевчук из понаехавших прочувствовал наш город. И вот этот черный пес Петербург. Вот абсолютно питерские у него есть такие песни. Вот Балабанов петербургский режиссер. Вот никто, не все петербуржцы так прочувствовали этот город, как он. И поскольку он жил на Васильевском острове, соответственно, и локации он выбирал вот здесь. Вот это Смоленское кладбище. Потом трамвай, ведь трамвай один из героев, кстати, фильма «Брат». Петербург, он долгое время был главным трамваем города мира. У нас была самая протяженная линия трамвайных путей. К сожалению, сейчас вследствие современной транспортной конъюнктуры это все дело меняется. И я уже показывал, что здесь было кольцо этого трамвая. И трамвай постоянно колесит по Васильевскому острову. И Данила Багров тут ходит, и это, конечно, тоже была идея, ведь он же искусствовед вообще-то, да? Бодров-то сам. Мальчик, ну, ботаник, по сути. И вот сделать из такого человека хладнокровного убийцу, который абсолютно вошел в резонанс с теми настроениями, которые тогда были в обществе, да? Человек, который вот правосудие взял в свои руки и вершит его сам. И народу это нравилось. Плюс он такой абсолютно прямой. Евреев не любит, кавказцев не любит, да? Как там, он говорит, меня в школе учили, это уже второй, да, брат? Очень просто. Во Франции французы, китайцы, в Африке негры. Да, то есть, почему афроамериканцы? И вот этот вот фильм, который снимался, брат, вообще без денег. То есть, у них все состояние состояло из кинопленки, да? И это видно стало абсолютно знаковым. И Балабанов, когда здесь жил, вот он, жена его, вторая рассказала, у него там была первая жена еще в Свердловске, да? Здесь он со второй женой сошелся. Она рассказывала, что он находил общий язык сразу же, вот как раз с местными там бомжами. Он говорил, что это люди самые честные, интересные, чем вся вот эта интеллигенция вместе взятая. Ходил постоянно такой, знаете, в тельняшках, вот у него там было 10 тельняшек, он менял в куртке в такой невзрачной. И умер-то он в общем-то неподалеку уже от того места, где я сейчас живу, в Сестрореске, в санатории Дюны от сердечного приступа, потому что, к сожалению, его жизнь поделилась на две части, до Кармадона и после. То есть, как вы знаете, Бодров, который был его близким другом, помимо того, что любимым актером, и съемочная группа, которая там была, а это было, многие из них работали вместе с Балабановым, они вот погибли в результате схода лавин, и, конечно, для Балабанова это была величайшая трагедия, он себя клял, говорил, что я там должен был быть, я там должен был погибнуть, а не он. Ну и, в общем-то, это была его вторая половина жизни, которая, так сказать, шла уже по нисходящей и привела к его гибели. Это если вкратце. А здесь у нас могила другого замечательного человека, абсолютно, посмотрите, какая она неприметная, Павел Юрьевич Сезор. Значит, я вам хочу показать его главное произведение, ну, как главное, по, там, не знаю, по некоторым, по мнению некоторых, вот оно. Дом Зингера, кстати, обратите внимание, да, предыдущий дом, это дом Энгельгарта во время блокады, обязательно сделаем еще несколько проходов про блокаду. Изначально вот еще, да, прекрасный дом. Тут вот рассказана история про то, как, вот если вы приглядитесь вот сюда, видите, там у у Нимфы швейная машинка под рукой, а в левой руке веретено у Нимфы, представляете, да, это потому, что изначально Павел Юрьевич Сезору вот такое должно было стоять здание, это здание Зингера в Нью-Йорке, да, его сначала показали без небоскреба, а потом сказали, а вот мы хотим вот так вот. Более 80 домов построил этот замечательный архитектор в нашем городе, и посмотрите, какой скромный крестик, и если вы пойдете по этой дорожке, вы его можете даже не заметить, как его не заметил изначально я, я обыскался его могилу, пока вдруг не выяснил, что вот она, прямо на вас смотрит, а вы-то и не видели, и не знаете об этом. Ну, вот это вкратце, тут, конечно, больше, на самом деле, могил, тут можно больше рассказать, я вам показал, ну, как мне кажется, основное, рассказал, может быть, конечно же, опять-таки сумбурно, потому что, как вы видите, мы опять снимаем одним планом, без какой бы то ни было редактуры, но в этом, как бы, и плюсы, и минусы, мне кажется, так оно более живое, здесь схема, то есть, вот мы вот так вот прогулялись, дошли до сюда, и вот. О чем я не сказал, кстати, что вот здесь вот раньше был участок, который отсекла пожарная часть уже в советское время, вот туда дальше, за теми деревьями, вот эта пожарная часть, она находится на территории, вообще-то, кладбища, на могилах стоит, но это не не самая редкая история у нас в городе, встречается и в других местах, например, в районе комплекса футбольного «Зенит», там тоже находились старые финские могилы. Друзья мои, что я хочу сказать, после Нового года, со 2 по 10 число, каждый день будут идти экскурсии, поскольку наше правительство озадачилось тем, чтобы людям в новогодние праздники было некуда пойти абсолютно, ограничение до 50 человек, это мой формат. На открытом воздухе гуляем, расписание есть у меня на сайте. Во-первых, нужно сказать, что я снял ролик про историю освещения Петербурга и про газгольдеры для компании RBI, он размещается не на моем канале, ссылку я помещу в описании внизу. На момент записи видео я еще не знал, что на 2 января запишется такое количество человек, и будет еще столько желающих сверху, что мне придется назначить вторую такую же экскурсию уже на 17.00, так что есть дополнительное, смотрите в расписание. И будут еще предновогодние и постновогодние посиделки 31 декабря 1 января, две таких неформальных лекции в моем исполнении, за что я люблю и ненавижу Париж, и за что я люблю и ненавижу Берлин. И там вот как раз можно будет приобрести мой путеводитель, он, кстати, видите, изменился новой обложкой, и вот стало теперь лучше листать, он более, так сказать, приспособленный, и вот в карман можно запихнуть. Это тоже я вот озадачился этим, потому что мне написали многие люди, они ходят, ты вот снимаешь, как ты мне легко запихнуть в карман, а я вот его не сразу туда и запихнул. Что хотелось бы, типа, ну, более карманный формат иметь. Это все, его и мою книжку Корень, Роман, можно будет приобрести после экскурсии, но точно так же вы можете их купить и на сайте у меня, который я укажу там, доставка почты России, пожалуйста. В Петербурге пока будут уже такие точечные мероприятия, следите за анонсами, экскурсии идут только по выходным дням, ну и, собственно, что, задавайте вопросы, пишите пожелания, размещу ссылку на оператора Даниила там вот внизу. С вами был гид Павел Перец, ручки, видите, замерзли, грею их. Павел Перец, комментарии, увидимся, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok